В BRICS было две главных идеи. Создать систему расчетов для друг с другом и создать банк развития совместных. По-моему, к сожалению, обе эти идеи трудно реализуемы, а во многом даже и мертворожденные. Исходя из общей концепции BRICS, туда зашли страны, которые по большому счету ничего особо общего друг с другом не имеют. Кроме того, что их когда-то аналитик Голден Сакс по фамилии Нил объединил 10 лет назад, для того, чтобы просто выделить большие экономики, которые, по его мнению, будут расти. То есть он просто выбрал 4 большие страны BRICS. И для удобства финансовых спекулянтов, чтобы им было проще покупать бумаги, там обычно выделяют какие-то группы. Сейчас, например, они придумали новую группу Next Eleven, следующие 11, туда входит еще один стран. Ну что теперь, им тоже объединиться. Там всякие страны, там Египет, там Иран, Пакистан, там кого только нет, Вьетнам, Филиппины. Ну то, что им еще тоже одну группу создать. Но почему-то тогда идея аналитика Голден Сакс так прижилась, и действительно пошла какая-то финансовая спекуляция в этом направлении, что эти страны вдруг стали реально объединяться, выяснив, что их кто-то включил в какой-то рейтинг. И создали действительно какой-то союз между собой на основании того, что они самые крупные. Но у них очень маленький товарооборот друг с другом. То есть если посмотреть, чем они друг с другом торгуют, страны БРИКС, то все сводится в основном к операциями с Китаем. Вот Китая с Россией есть операции, Китай там в Бразилии что-то. Уже с Китая и с Индией не очень. А у других между собой совсем маленькие связи. То есть там некоторых вообще никаких. Во многом эти страны являются дублирующими по своей структуре экономики, то есть они являются прямыми конкурентами. Поэтому я не понимаю, как могли они объединиться и поверить в то, что они являются естественным союзом. Просто потому, что кто-то придумал в Goldman Sachs, значит, больше оснований до этого не было. Потому что до момента, когда Goldman Sachs придумали, никто не слышал о том, что они собираются объединяться. Поэтому, как все искусственное объединение, им трудно, конечно, генерировать серьезные проекты. Прежде всего, банк развития, но туда никто денег просто не хочет давать, кроме Китая. Но Китай и так соглашался финансировать многие проекты во всех этих странах, а в том числе и при этом еще очень много в других странах, в Африке, в Латинской Америке, которые не входят сюда. То есть тогда это сводится просто к китайскому фонду инвестиций, если проще говорить. Точно такая же система по расчетам. Если внедрить систему расчетов в рамках БРИКС, то она сведется к тем китайским своп-линиям, которые уже есть в торговых отношениях со всеми крупными партнерами. Все остальное будет мелочь и несущественно. Поэтому получается, что это какой-то такой довесок к китайским двусторонним отношениям к странам, как к этим странам, так с этими странами, так еще и с другими странами. Поэтому ничего более я пока что не вижу.